И доброе утро, дорогие радиослушатели и присоединившиеся зрители канала САХА-24. С вами рубрика Якутск. Сегодня и его ведущий я, Дмитрий Аргунов, журналист. Ну и сегодня хотелось бы в преддверии Дня Защитника Отечества, да и не только, как оказывается. Ну, я, конечно, знаю. Дело в том, что в начале марта исполняется 90 лет организованному движению-отделению АСАВИАХИМ, ДОСААВ, второй раз ДОСААВ, получается. И товарищи полковники у меня в гостях, начиная с руководителя оригинального отделения ДОСААВ Сергея Черных, председатель Ассоциации ветеранов боевых действий Николай Гребенников и... Алексеев. У Семента Николаевича Алексеев, да, ну, тоже человек, который имеет такой боевой опыт. Начать для расслабления, может быть, для того, чтобы более такой неформальный. Все-таки в юбилей, конечно, это дело такое, там торжественная речь произносится и так далее. Но я знаю, что ДОСААВ это фактически одна из тех немногих организаций, которая существует реальными делами, реальными свершениями. Ну, не сказать, что такие прозаседавшиеся, да, но работа вся у них проходит на полосе препятствий, на стрелковых тирах и так далее, и так далее. Поэтому заформализованность, товарищи полковники, я, конечно, не обвиню. Но начать, конечно, хотелось бы с маленькой такой поддержки нашему коллеге, заместителю министра развития института гражданского общества Ивана Луцкана, который практически в одиночку вступил в противостояние, скажем так, с понаехавшими из Москвы представителями, как они называются, ЛГБТ-движения, да, которые требуют якутски в городке с населением 200 тысяч провести гей-парады. Да я бы с куром на смех. Вообще, мужское воспитание в деле такого традиционалистском, хорошем общественно-социальном значении, давайте вот с этого начнем. Ну, если начинать с этого вопроса, конечно. Ну, мое мнение, Якутск, небольшой город, и проведение гей-парада в Якутске – это абсурд. Это во-первых. Ну, есть место получше – полюс холода. Если собираются, пусть выезжают туда, маршируют, там никто не мешает. Да, поотморозить себе кое-какие предметы. Да, да, да. А я, наверное, от вас бы, вам бы предложил их вот эти вот предметы, которые мне жалко отморозить, предоставить в качестве мишени. Будет почем стрелять настоящим подрастающим мужчинам. Ну, ладно, оставим эту тему. На самом деле, очень такое глубинное восприятие. Вот все вот эти процессы, которые в нашем обществе происходят и так далее. Последнее время очень-очень возрастает авторитет армии как таковой, вооруженных сил, органов правопорядка и так далее. Ну, конечно, вот есть мелкие, скажем, случаи, когда кто-то своими действиями, возможно, дискредитирует офицерское звание и так далее. Но все равно, еще раз, возросший авторитет вооруженных сил и правоохранительных органов, он накладывает определенное. Легче вам стало работать? Ну, легче, не легче. Ответственная, будем говорить, такая работа возлагается на ДСАФ. Мы единственная организация в республике, которая занимается непосредственно подготовкой специалистов для вооруженных сил. По восьми специальностям готовим. Отправляем вооруженные силы. Можем обратно просмотреть. Кроме этого, у нас работают военно-патриотические клубы. Именно при региональном отделении, при центре допризывной подготовки. Юно-армейские отряды. То есть, если сейчас начинает юно-армейское движение по республике в России развиваться, то у нас юно-армейский батальон имени Рыжикова с 2001 года. Он как существовал, так существует. Только сейчас обрастают новыми коллективными членами. Поисковое движение с 1985 года усиленно занимаемся. И в этом году, ну, есть необычное предложение. В этом году 75-летовой перегоночной дивизии установить в Усть-Мае памятник летчику-перегонщику. Найден в тайге. Перенести захоронение. Установить памятник. Пригласить родственников. Вот такие основные направления, которые касаются военной патриотики. Ну, а если брать, допустим, практическое, да, у нас единственное, у кого сохранилось спортивное оружие. И единственное, где проводятся, допустим, соревнования на меткий стрелок, на юный стрелок. Сдают нормативы. Если за 16-й год брать, Мариев Анатолий Максимович у нас более тысячи подготовил юных стрелков, юных метких стрелков. Вручил удостоверение, вручили медали. То есть в республике у нас разработано, аналогов нет. Сергей Георгиевич, вот в прошлом году было очень такое достаточное движение в поддержку технических видов спорта. То есть на всех уровнях, начиная с руководства страны, заканчивая региональными руководителями, уже принимались какие-то меры по поддержке, скажем, технических видов спорта. Вот в данном направлении какое движение было сделано? Если брать в общем, то у нас, допустим, СТК столицы клуб впервые получил от республики маленький детский мотоцикл. Спортивный именно. То есть сейчас могут участвовать ребятишки буквально с 8 лет. Запущен автоматизированный автодром для обучения. Действует школа юного водителя. Ну, постепенно развиваются технические виды спорта. Вот как уже говорили. Единственная полоса препятствий будет смонтироваться у нас на автодроме, на полигоне. Дельта-планеристы, все стрейкболисты, будем говорить, все те, кто не объединен в официальной организации куда-то, объединил ДСААФ. Достаточно сказать, что тех же стрейкболистов по республике около 300 человек. Это достаточно мобильная, военизированная сила. Кстати, многие их называют чуть-чуть ряжеными, взрослые люди играют в детские игры и так далее. Вот ваше отношение лично? Ну, лично мое отношение, это, во-первых, тактика. Если в спецподразделение уже ввели стрейкбол, ввели стрейкбол на армейские игры международные, то само движение заслуживает. Это, во-первых. А во-вторых, экипировка очень дорогая. Там могут заниматься только фанаты. Здесь, в Якутске, у нас, когда выезжают, допустим, мы их обеспечим армейским транспортом. Если необходимо для проведения серьезных мероприятий, выделяем гаубицу, выделяем пушки. Для антуража. Для антуража, да. И ребята помогают при проведении военно-полевых сборов. Это уж само по себе говорит. Ну, стрейбольное оружие, оно хоть и имитирует настоящее, не является настоящим, но, тем не менее, приучает к технической дисциплине обращение с оружием, которое требуется во всех, скажем так, силовых структурах. Ну, не только в силах, у нас все-таки край охотников и так далее, заранее приучать... Да, то есть первоначальные навыки. Да. К обращению с оружием. К безопасному обращению с оружием, со стреляющим оружием. Это, конечно, такое. И по реконструкторскому движению. Вот года два-три назад я слышал очень хорошие вещи, видел хорошие вещи, когда реконструировали те исторические события, возможно. Ну, пусть у нас антураж не подходит и так далее, но то, что массовое участие людей было, это уже само по себе похвали. Ну, последнее мероприятие мы провели 7 ноября. Это парад на Красной площади, военный исторический клуб РГК, рабочекрестьянская Красная Армия. На полигоне отстреляли, я говорю, взрослые не стреляли, с автомата ППШ, с нагана. То есть провели, развернулись, как заходили красноармейцы в атаку в форме именно 41-го года. 39-й, 41-й год. Полностью антураж был воспроизведен. И это начиная от школьников, заканчивая достаточно взрослыми. Кроме, на май месяц проводим военизированные игры с привлечением техники. У нас есть своя техника тех времен. Начиная с ЗИС-5, БТР-40, мотоциклы. Ну, я говорю, все, что считается для антуража, в этом году планируем на День города град Якутск, ратный град Якутск сделать реконструкцию. Начиная с 17-го века, заканчивая уже 21-м веком. Якутская национальная военная школа, Асавахин, Тасав, то есть все направления будут представлены. Вот эта вот идея бродит. Бродит. Ну, желательно, чтобы не бродила, а конкретно воплощалась. И так далее, и так далее. И все-таки давайте вот особый, скажем так, особый подход к призывной молодежи. Какими мероприятиями и так далее у нас формируется? Ну, такое хорошее, нормальное отношение к священному долгу защиты Родины. Мы столько много лет говорили о том, что в школах исчезло НВП. Много лет, и вы знаете, все знают, да? Вот потихоньку есть, ну, почти в каждой школе свои военно-патриотические классы. Это вообще замечательно. Вот где начинается патриотизм, вот где начинается подготовка к армии. Это уже, ну, многие говорят, что вы, как бы, забираете у них детство. Ничего подобного. Это, во-первых, вы сейчас смотрите, наркомания, пьянка. Полная утопия в этом компьютере на сегодняшний день, да? А здесь общение. Здесь даже, ну, они же после занятий своих собираются, детишки. А то, что умеют стрелять, мужикам, это охотникам необходимо. Это дисциплина. Вот сейчас, что проходит этот снежибарс по всем школам, да? И с каждым годом у нас же все больше и больше участников становится. А стрельбы – это дисциплина. Дисциплина – это не только, когда они идут, красиво это все. Дисциплина, она и складывается и в голове. И детишки начинают чем-то увлекаться, они читают о военных событиях каких-то. Если раньше спросишь, а кто такой Ленин? Это памятник. Почему памятник? А потому что он стоит на площади. Ведь это же не байки. Узнать, кто такой Рыжиков в школе, долго будут думать. Это же нельзя такого допускать, что у нас единственный герой России, который погиб в Чечне, его даже не знают. Здесь он находится в городе, есть аллея посещенная. Кстати, на которую посягаются, да? А, ну это было, да. В этом году, как я не знаю, как это описать, была попытка взять ее, ну, ликвидировать. А мы вот проводим, ну, такие мероприятия детские, да, где по 200 человек у нас бывает. Мы там собираемся, ОМОН там делает. Мы делаем присягу именно там, на аллее Рыжикова. И тут надумали этот бюст, его унести, вместе с часом мне поставить, там и памятник, там и все. Ну, я не знаю, как-то описать даже. Вместо того, чтобы государство сделало, чтобы красиво. А знаете, какой повод был? А повод был то, что жители пожаловались, что он плохо содержится. Так это не к нам, солдатам, офицерам. Это вопрос к площади Ленина. Почему на сегодняшний день единственная аллея в таком плачевном состоянии? Там фотографии сделают, ну, уже были. Это здание, как оно все пошарпано. Ну, вид, конечно, не очень. И мы общественники, вот сидящие, да, еще вот таких вот сотни многих ветеранов, боевые действия, и афганцы, и чеченцы, мы делаем там какие-то субботники. За свой счет они-то не делаются, они должны... Это человек государства. Вот патриотизм, откуда начинается. С памятника. А о живых что говорить? Мы вот, конечно, бываем в школах везде, и вот эти, и на соревнованиях в школах. То есть мы что-то пытаемся делать. И в этом плане, что уже идет из Москвы, вот в Шойгу, конечно, вот эти танцы на танках, это, ну, как-то было непонятно, что такое, да? Ага, замечательно. Сейчас в военкомате, вот здесь, в республике, введены две должности помощника военно-комиссара по военно-патриотическому движению. То есть это идет, идет процесс, и он должен идти не только в школах, в учебных заведениях, ну, и в трудовых коллективах, потому что, видите, что сейчас, ну, вокруг нас что делается. И вот этот патриотизм, он должен быть тем, который был в 30-е годы. Иначе нам будет плоховато всем. Ну, давайте мы еще другие аспекты не только военно-патриотического, но и патриотического движения, мужского воспитания в целом, затронем во второй половине нашей программы, которая сразу после рекламной паузы. Реклама прямо сейчас на канале САХА-24. Вот мы остановились на содержании памятников в надлежащем состоянии. Я считаю, что, да, прямая обязанность и муниципалитета в том числе, потому что сколько бы государство не идеализировало свои какие-то полномочия общественным организациям, таким как товарищ полковник, которые представляют различные общественные организации, да, но, тем не менее, фасад уж покрасить рядом с домами, да, возле сквера Рыжикова, это прямая обязанность муниципалитета, я считаю. Прямая обязанность государства. Содержать, чтобы святые для определенной группы населения, для тех, кто воевал, для кого имя Рыжикова не является пустым звуком, оно, по крайней мере, красиво, достойно выглядело, да. И я в этом абсолютно с вами согласен. Ну, и до эфира, и вот в перерыве на рекламную паузу, я услышал, что четыре полковника в ТАТИ. Что это за история вообще такая? Какие там аспекты? Пожалуй, началось с того, что вот недавно был совсем день вывода войска Афганистана, и к одному из наших, из Якутян, приехали один, значит, его подчиненный и второй командир. Это Космана Николаевича. Один приехал, боевой коллега из Читы, из Москвы. Вот говорим о памятниках, да, вот есть такие люди живые. То есть, а насчет Таты, а насчет Таты у нас там есть тоже один афганец, это Дмитрий Алексеев, и он попросил, говорит, ну, в школе сделать урок мужества. Ну, мы что, сорвались, поехали тогда. Ну, я думаю, чтобы было достроено, чтобы все четыре полковника в Татинской школе, мы там, ну, провели беседу. Думаю, это замечательно. И как ребята вот в глубинке, в Тате реагируют? На те вещи, которые вы рассказываете? Вообще-то, вот мое мнение, да, что вот наша страна будет прирастать, она и прирастала глубинкой, сельскими районами, маленькими городками. Почему? Потому что там воспитываются, действительно, настоящие, ну, настоящий парень, это будущие мужики, будущие защитники Отечества. Это мое мнение. И то, что вот, допустим, к Кусментаю Николаевичу, да, сейчас приехали его боевые товарищи, а ведь прошло 30 лет практически с тех событий. Ребята поддерживают связи, поддерживают друг друга отношения. И вся эта мотоманевренная группа, это очень редкость, пошла по учебным заведениям города Якутска. То есть уроки мужества, ну, презентации... Книги. Книги. И здесь даже описанию не подаётся вот эти мероприятия. Ушло, уходит поколение, вернее, не ушло, уходит поколение ветеранов Великой Отечественной войны. Берут на себя именно патриотику, участники боевых действий. Те, кто своими глазами видел, что надо готовить молодёжь к службе в рядах вооружённых сил. Закалять действительно настоящих мужчин, чтобы не было таких гей-парадов. Случись что, конфликт какой с НАТО, да, чтобы не было тех, которые предпочитают отсиживаться где-то в тылу, наверное. А молодёжь, вы знаете, когда она была в те годы замечательной, сейчас тоже самое, и не до того, что вы вернете, случится, я думаю, станет молодёжь. Вот сегодняшняя, потому что вот когда мы бываем в школах, по тем вопросам, по тем вот понятиям таким, мы чувствуем, видим, что мы уже будем под защитой. А ваше отношение, ну, я понимаю, что вы в какой-то мере облачённые, скажем так, государственной мыслью мужа, да, но есть случаи, когда ваши единомышленники, возможно, воспитанники, да, они по зову сердца, может быть, да, по каким-то другим мотивам, оказались в зонах боевых действий с определённых странах. Ну, как к этому относиться, Сергей Игоревич? Если, я занимаюсь вообще-то с 1985 года военно-патриотическим объединением «Антважный», экспедиционный лагерь, менял название, но он существует. Это свыше 300 человек, кто надели погоны и позовывали, кто, кто по велению службы. Потому что приходилось ребятам бывать в разных точках, да и сейчас находятся, то есть в разных горячих точках. Тут, как Бог, вернее, судьба. Каждому своё. Каждый случай нужно, конечно, оценивать индивидуально. Это не часть той системы, что это не означает, что в ДОСААФе призывают там активноёмники и так далее, и так далее. Нет, ДОСААФ этим не занимается, Игорь. Да. Основная задача наша – подготовка молодёжи к службе в рядах вооружённых сил. Мы свои задачи справляемся. Классные руководители военно-патриотических классов тоже очень больший вклад носят. То есть молодой пацан, который закончил это, ну, как можно сказать, заведение, ему намного легче. Он знает, что такое оружие, знает, что такое строевая, ему служится легче. И куда бы он попал – в холодную точку, в горячую точку, ему всё равно будет легче. Он будет вспоминать своих таких, как Конов Сергея Николаевича, как Тугинка, 2-6-я, 3-я школа, там, 16-я. Очень много таких достойных людей. Даже их надо, я думаю, что можно было взять список всех, перечислять не только в Якутске, и по районам. И вот эти детишки, особенно, кто и занимается, у них вопросы те, что надо. Именно настоящие. Не такие детские там были, или у вас пушки, или что-нибудь такое. Ясно. Но страна, по крайней мере, стала признавать, что будет отстаивать свои интересы в любой точке мира, с чем бы они ни с какими-либо дипломатическими, или какими-либо каосами они бы не соприкасались. И раньше такое было, ну, по крайней мере, был какой-то период молчания и так далее. Но сейчас, ещё раз говорю, страна, по крайней мере, открыто признаёт, что будет отстаивать свои интересы. И немножко от государственных таких вещей. А вот ваше отношение? День защитника Отечества приближается, всё-таки наша встреча в какой-то мере приурочия. А вот ваше отношение, когда вот таких круг, да, начинает вот в обмундирование рядить? Вот как? А почему нет? В Китае уже более 20 лет патриотизм — это государственная программа. Пусть с этих лет знают, что мы готовы отстоять свою границу, свой дом, своих соседей. А что общего имеют, я ещё раз говорю, годовалых малышей в пилотки рядить? Это не перебор, товарищ офицер? Это лучше, чем ничего. Своих интересов родителей, что ли, вот так вот. Да, ну, я понимаю, но родители из благих, может, побуждений там и так далее. Скорее всего, благих. Из благих побуждений. А не мода. Мода может всякая быть, как вы говорили, вот это геи, это ужасная мода. А это нормально. Это нормально. Почему нет? Лучше уж... А кто на Китай нападёт, а не здесь вот так вот. Конечно, честно сказать, я вслух об этом никогда не говорил, но всё-таки как-то не одобряю я, вот действительно, как будто милитаризмом пахнет. Да. Но с другой стороны, в городских условиях воспитанием, тем более, говорим мы насчёт патриотического воспитания, заниматься родителям тяжело, потому что постоянно они находятся, родители и дети находятся не вместе, они разобщены. А вот в сельской местности, да, родители и дети, они как-то вот, они сообщают, с семьями живут, он хорошо, они и работают вместе, и дрова заготовывают, и лёд готовят, и сено косят. Это вот, поэтому как-то хорошо, потому что основе воспитания должно быть отличным примером. Вот дети-то учатся, вот, глядя на своих родителей, на своих старших товарищей, блин. Вот. А по встрече с детьми, вот мы уже 10 с лишним лет туда ездим, рыбачить, там, вот, друзьям афганцы, чеченцы. А потом один раз, вот, в чём мы так пустой ездим-то? Почему бы, вот, совмещать, нельзя совмещать, вот, полезное с приятным, да? И решили, вот, проводить с детьми, вот, едем, вот, заранее предупреддаем, что приедем. Вот так вот, в форме всё, вот, как одетом парадке, переезжаем с детьми, поговорили, встречались, мероприятия привели, а потом дальше уже по своему плану работаем. Вот, примерно вот так вот. А так, конечно, в лобе нет души, я не воспринимаю вот эти мероприятия, которые, вот, шагистикой занимался строим, но, по крайней мере, учителя, они одобряют, родители тоже, но родители... Не, ну, как часть той системы, которая вкладывает юные подрастающие в голову понятие дисциплины, понятие порядок, миропорядок, устройство чего-либо, да? Я думаю, что необходимо, потому что и то, что ГТО ввели сейчас, это очень необходимый и своевременный шаг. Это хорошо. ГТО просто заорганизовали, вот сейчас, в настоящее время, такое заорганизованное движение, что действительно трудно. И полностью, ну, по районам проводить, по районам, по улусам, на малых населённых пунктах. Ну, сейчас движение идёт, юная армия, это вот Анатолий Хромов здесь, руководитель в Якутске, и она как волна идёт. И пусть она идёт, пускай она захлестнёт, не только столицу, не только нашей Якутии, вообще всю страну. Это нормально, нету пионерия, нету у нас ни консомол, вообще ничего нету. На кого равняться? А зорницы сейчас играют в зорницу вообще? Нет, мы делаем всякие мероприятия, с ДОСАА, совместно, у нас соревнования по военно-прикладным видам спорта. Ну, можно её назвать хоть как. Хоть как. В январе 67-го, 50 лет назад, стартовала зорница, то есть в этом году юбилей. Значит, сделаем в этом году ещё. Нормальные, кстати, очень даже воспоминания целый год, а у нас зорницу там и так далее, когда в пионерских лагерях и так далее. А сейчас лагеря летнего отдыха, зачастую дети, ну, кино сводить там туда и так далее. Почему бы при поддержке тех общественных организаций не прийти в лагеря, не предложить помощь? Я думаю, что педагоги, они охотно согласятся, охотно примут вашу помощь и не будут, ещё раз говорю, заформализованно относиться вот ко всем этим делам. Да вот, и опять же мы к тому вопросу, почему детей нужно ли одевать форму? Они сами хотят же. Я тоже когда-то, вернее, участвую, тоже вспоминаю, но замечательно. Замечательно. Ну, всё-таки годовалые малыши, это, наверное, перебор. Но я понимаю рвение тех родителей, которые хотят, чтобы их подрастающее поколение, оно выглядело патриотично, в тренде, в ключе, скажем так. Спасибо, товарищи офицеры, что в преддверии Дня защитника Отечества почтили нас своим присутствием, своей беседой, вели понимание наших радиослушателей, телезрителей в суть того, что происходит на деле патриотического воспитания у нас в столице нашей республики. Спасибо ещё раз всех с наступающим Днём защитника Отечества и грядущим марте юбилеем, замечательным 90-летием, получается, организации ДОСААФ у нас в республике. Замечательная организация с замечательными традициями, ещё раз, и все остальные, которые требуют параду, пусть катятся к чёрту. Спасибо, увидимся. Спасибо.